Здравствуйте, друзья! С вами снова Андрей Вельгаш, компания «Окно в Лондон». Сегодня мы с вами посетим школу Сипфорд. Сипфорд Скул находится рядом с городком Банбурри, графство Оксфордшир, что по названию, сами понимаете, рядом с городом Оксфорд. Расстояние от Лондона, от центра Лондона, учитывая то, что я выехал с самого утра, заняло мне примерно час сорок пять. Если ехать с аэропорта Хитроу, это будет примерно час. С точки зрения расстояний школа находится очень-очень даже удобно. В школе раньше не бывал, дети там наши пока еще не учились. Несколько раз мы пробовали туда поступать. Почему-то, я не помню, это так и не сложилось. Только не потому, что ребенок не прошел, а потому, что то ли родители не выбрали, то ли какие-то ситуации поменялось, уже не помню. Если честно, за школой закреплено, ну не закреплено, а скажем так, есть такой слух, что школа больше, скажем так, рассчитана на детей, у которых не очень высокий академический уровень. И они, скажем так, их ниша в том, что они лояльны к таким детям и готовы принимать детей, у которых уровень не очень высок, и помочь им развиваться. Частично это их, как я сказал, ниша. Есть такие школы, которые предлагают, которые работают в таком сегменте. И частично это, я так думаю, из-за их, скажем так, религиозных традиций, школа изначально была основана последователями квакерс... Как правильно сказать? Общины квакеров. То есть направление в протестантстве еще называется... Вот мы, кстати, как раз въезжаем на территорию школы, насколько я понимаю. Школа вот находится за городом. Вот, с 3 до 18 для мальчиков и девочек. То есть квакеры это... Они себя еще называют сообщество братьев. Это как бы вероисповедание, ветвь протестантства, как я сказал. И в их основе заложено то, что все равны перед Богом, все люди-братья. И, соответственно, возможно, вот это их стремление помочь всякому берет свои корни именно тут. Сейчас я вам, как бы, заезжая на парковку, покажу, как это все выглядит. Вот впереди, смотрите, солнечные батареи. Интересно, это школьная или какая-то соседняя ферма? Сейчас это в Англии популярно, как ни странно. Не самая солнечная страна в мире, но солнечные фермы кругом. Соответственно, возможно, не так много солнца им нужно в наше время. Поэтому сегодня у нас будет короткая экскурсия. Надеюсь, мне удастся поснимать. Понятно, это будет, как всегда, непрофессиональная съемка. Все вы знаете, это снимается на маленькую камеру, либо на телефон. Плюс снимать детей на видео без разрешения родителей нельзя. Очень-очень много всяких ограничений. Соответственно, снимаю я такие, скажем, коротенькие памятки для того, чтобы получить общее понимание о самой школе. Соответственно, за это не ругайте. Надеюсь, что будет интересно. И по принципу лучше что-то, чем ничего. Поэтому не переключайтесь. Тут такая красивая у них территория. Утро такое прям приятное. Вот он вход в школу. Я снимаю небольшие видео. Окей. Это как бы у нас классный размер. Это как бы у нас классный размер. Так что это классный размер. А вот здесь у нас есть ДНТ. Да, один секунду. Здесь ученики школы строят велосипед. Вот на принтере распечатали вот эти вот мычки, бамбук, потом заливают лодины. ДНТ. 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 Это нормально. Это типичное. Но это довольно новое, лаборатория. Да, у нас есть два языка. А, я понимаю. Окей. Это все. Второй этаж, вот, в центре. А у них есть специальное... Да, это... Это скидка. У нас есть скидка. А у нас есть два этажа. У нас есть. У нас есть шоу. И у нас есть один. Видите? Это молодые живут. Там, там, маленькие живут. Это дом, в котором живут уже взрослые студенты. Так вот выглядит территория школы, это как бы задняя часть. Продолжение следует... Это столовая, а можем зайти внутрь. Типичная школьная столовая. На спорткомплекс идем. Там вот поля ребята гоняют мяч. Спортивные награды. Бассейн у них есть. В комплексе у них бассейн. Сверху тренажерный зал. Внизу спортзал для игры в баскетбол. Там сейчас уроки, то есть я все видел, но к сожалению снять не смог. Центр искусств. Студия искусств выглядит. Не самая большая студия, которую я посещал в британских школах. Исходя из тех глубоких знаний о искусстве, которыми я обладаю, работа здесь достойная, скажем так. Возможно не эта, а те, которые мы видели по ходу. Просто там много детей снимать нельзя. Центр иностранных языков. Детях ИСЛ, которые с английским нужно подтянуть. Там вот музыкальная школа. Угу. Там вот самые маленькие, я так понимаю. У них театр. Студия театральная. А я? Да. Обратное здание. Главное здание школы. Это наш главный актовый зал. Мы сейчас главный актовый зал. Здесь, я так понимаю, знаменитые выпускники. The Head Boy Head Girls. Компьютерный класс. Угу. 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 Там библиотека. Внутри дети. Но снимать нельзя. Ну, довольно-таки большая платья, можно сказать. Класс математики. Повезло найти. Не занятый. Так примерно выглядит класс. Не плюс-минус все типовые. Классы английского языка. Все в дети. Повезло. Один не занят. Ну, класс тоже. В принципе, типичный. Моя врачya. Угу. 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 Да, я я вижу. Это мой адрес. Как выглядит. Центральное лобби что ли. Школа. Какого такового. Хоу здесь нет. Три коридора. вид из главного крыльца школы что-что виды и атмосфера здесь просто великолепны многие пролетела наша экскурсия я уже выехал школа мне понравилась скажу прямо порадовала да с точки зрения внешнего как бы антуража здания самого она будет сильно отличаться от тех стереотипов которые наверное присутствуют у большинства родителей то есть это далеко не хогвартс не гарри поттер нету старинного замка в центре обитого плющом большинство строений школы 70-х годов прошлого столетия в центре как бы старый дом но опять же не не что-то грандиозное не 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 что-то который там представляет себе и которые некоторые школы чем некоторые школы обладают но тем не менее школа действительно хороша находится у скажем так уже в сельской местности то есть тихо спокойно вокруг огромная территория то есть смотря на то что все как бы учебные заведения компактно расположены друг рядом с другом вокруг большая территория то есть там игровые поля и так далее площадки с точки зрения того что я говорил в начале что это вот отношение это лояльное отношение преподаваю ученикам это относительно легкое поступление да это присутствует и об этом говорил то есть с директором и реально что они предлагают то есть их скажем так философия построена о том что каждый имеет шанс в этой жизни соответственно исходя из этого они не приводят какого-то там жесткого тестирования при поступлении они ну проверяют знание английского языка и даже если английский язык недостаточно силен у них развит как бы этот центр помощи ну как правильно сказать исол то есть английский как для те для тех у кого английский второй язык у них имеются преподаватели которые помогают детей довести до должного уровня да это есть каждой школе но здесь у них этому уделяется большое внимание то есть они изначально готовы к тому что к ним придут дети слабым английским это большой плюс но при этом эту школу не стоит рассматривать как как-то правильно сказать чтобы не такую которая принимает всех подряд лишь бы деньги платили то есть они все-таки изучают ситуацию насколько ребенок скажем так обладает какими-то каким-то потенциалом какими-то задатками и насколько они смогут ему помочь дойти до кондиции то есть соответственно да у них не такие кучные результаты как у других школ скажем у тех супер популярных у которых там 90 процентов оценок аа стар понятно они их получают в результате того что они на нем берут детей изначально подготовленных эти берут детей фактически без экзаменов грубо говоря нам по сравнению с теми но при этом часть из них доводит до очень хороших оценок за эта школа именно идеально подойдет тем кто не дотягивает немножко академическом уровне либо для тех кто не имеет какой-то дополнительной подготовки ну по предыдущей подготовке с не совсем готова по английскому языку и в нашем плане скажем так русскоговорящих у них нет ни одного русскоговорящего ребенка и даже если в прошлом следующем году будет то будет там один двое то есть это как раз идеальная школа для тех кто либо меняет школу там посреди года либо посреди учебной программы для тех кто английский язык не успел скажем выучить для на таком уровне который необходим для поступления для тех кто не дотягивает по тому или дому предмету то есть это вот именно та школа которая готова это этого ребенка взять и помочь ему дойти до того уровня который мы нужно для поступления то есть они прям понятно все школы первом очереди кичатся своей семейной обстановкой но вот здесь она чувствуется а если она реально чувствуется как-то вот эти вот школы такие как сказать периферийные что не сельские вот они отличаются от этого какой-то такой теплотой отношения и комбинация вот этих всех как бы местоположения это да их не философии она здесь ощущается с точки зрения спорта школа они не не назвали ни одного как бы скажем так что не искала специфическая академия которая занимается конкретным видом спорта но как оказалось у них развит триатлон то есть это спорта который данный момент очень популярен даже я им там скажем так на таком любительском уровне но занимаясь парень который меня водил по школе что-то нашел разговор о спорте он говорит он я занимаюсь триатлона я тоже в прошлом году я рассказываю там участвовал в любительских соревнованиях ну так загорелся я думаю вот чем-то удивил студента мы заходим в центр спорта ну спорткомплекс он показал моя фотография фотографии на ней написано принят в национальную сборную юношескую сборную по триатлону в великобритании и мне конечно стало же сразу немножко неудобно я ему секунду завхвалился своими выступлениями в любительских соревнованиях а парень член национальной сборной по триатлону то есть уровень плюс директор у них три атлет также занимается кроме этого парня у них трое или даже четверо студентов которые принимали участие они сейчас уже закончили школу принимали участие в соревнованиях на национальном и на международном уровне то есть несмотря на то что на базе школы как бы как таковой академии триатлона нету но у них местный клуб очень сильный и местный клуб тренируется на базе их школы и многие студенты ученики школы занимаются триатлоном ну и соответственно всеми видами спорта который входит триатлон плавание бег велосипед то есть в плане спорта школа на уровне в плане академических результатов школа на уровне учитывая то что у них настолько лояльные правила для поступающих и соответственно местоположение атмосфера с это идеальное место для тех кто кому нужен вот мягкий старт которым нужно вот это вот немножко раскачивание тех которым нужно вот это дополнительное внимание те которые именно хотят попасть в британскую школу то есть это не международная британская школа но при этом лояльная британская школа поэтому рекомендую эту школу более чем более подробное описание у нас на сайте там где-то будет ссылка внизу контакты наши также внизу если заинтересовались пожалуйста обращайтесь удовольствием вам расскажем покажем поможем не знаю подписывайтесь на канал все остальные там моменты что касается сетей пожалуйста выполняйте оставайтесь с нами на связи мы работаем для вас и именно сейчас я еду в следующую школу чтобы узнать что там интересного поэтому оставайтесь с нами очень будем рады с вами связаться и особенно я лично до свидания